Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аналогичное обращение о нехватке прогулочных зон поступило из Локосова Проекты, напомнил руководитель района, необходимо не только составить, но и доказать значимость объекта для той или иной территории Отбор проектов, голосование за них происходит жителями конкретных поселений Потом администрация поселения разрабатывает, собственно говоря, проект, выносит на совет депутатов, проходит этап общественного обсуждения, слушаний И если проект одобряется жителями поселения, выходит на бюджетную комиссию при Сургутском районе То есть решается вопрос о выделении денежных средств в бюджет района Поэтому, если такая инициатива со стороны администрации городского поселения Белый Яр будет готова поддержать, рассмотреть Жители Ульт-Ягуна поинтересовались судьбой автобусного маршрута от Кедропарка Для его организации необходимо было получить разрешение госавтоинспекции Однако руководитель населенного пункта Дмитрий Юматов ответил, что в ближайшее время оборудовать остановочный павильон рядом с общественной зоной власти не планируют Но в перспективе данные работы возможны На сегодняшний день проектирование такое... Ну, мы не в силах проработать в этом году, потому что есть те проекты, которые уже реализуют Это только на перспективу Ну, то есть, я так понимаю, из вашего ответа не планируется организация... Пока нет, пока нет Есть две точки, в принципе, они недалеки, Андрей Станчич С крайней точки до сегодняшнего введенного действия остановочного павильона теплого 7 минут Я считаю, что не критично, не катастрофично И можно допрашивать... Ну, этот ответ, эту позицию разделяли жители Ульт-Ягуна Югра вошла в пятерку российских регионов по качеству жизни Исследования провели специалисты агентства стратегических инициатив На первом месте оказалась Москва Следом расположился Санкт-Петербург Тройку лидеров замкнула Тюменская область ХМАУ эксперты поставили на пятую позицию Ямал на четвертую Во всей стране опросили в общей сложности 260 тысяч человек В каждом из регионов на десятки вопросов ответили от 900 до 7 тысяч жителей Интересовала социологов оценка десяти сфер жизни В том числе здравоохранения, образования, инклюзивности, досуга и жилищных условий Всего же затронули в отчете 141 параметр В их числе еще безопасность, социальная защищенность, доступность госуслуг и сервисов Возможности развития бизнеса, получения образования и многое другое В сфере медицины, например, Югра заняла третье место Уступив только официальной и культурной столицам России С 1 марта предприниматели, которые продают бутилированную воду Могут реализовывать ее только со специальной маркировкой QR-коды располагаются на крышке и означают, что товар зарегистрирован в системе «Честный знак» Что подтверждает качество продукции При продаже предприниматели должны обязательно сканировать маркировку Как рассказали специалисты администрации Сургутского района Для этого придется приобрести считыватель кодов А кассовый аппарат должен быть оснащен фискальным накопителем На покупку всего необходимого оборудования в Сургутском районе для бизнесменов действует субсидия Сегодня в Сургутском районе на приобретение данного оборудования существует мера поддержки То есть с 2019 года компенсируется 80% затрат на приобретение фискального накопителя И с этого года выдается субсидия также 80% от понесенных затрат на приобретение 2D-сканера На сегодняшний момент по системе «Честный знак» у нас есть 30 предпринимателей, у которых есть сложности с передачей данных по молочной продукции И 23 предприниматели, у которых возникли проблемы именно с передачей данных по системе реализации упакованной воды Как правило, сложности возникают только из-за настройки контрольно-кассовой техники по передаче информации В специальном QR-коде зашита информация о том, где и когда, и при каких условиях был произведен товар Его соответствие ГОСТам и срок годности С 1 сентября прошлого года обязательной стала маркировка молочной продукции Сегодня все ее производители размещают на упаковке специальные штрих-символы Исключение – крестьянские фермерские хозяйства Однако с 1 сентября текущего года данное правило начнет действовать и для них Сегодня в Сургутском районе более 400 торговых объектов реализуют бутилированную воду и молочные продукты Лишь у 50 еще есть проблемы с введением системы «Честный знак» С ними специалисты администрации отрабатывают возникающие вопросы индивидуально Была информация и в группах, и также звонили, предупреждали То есть мы собирались, у нас есть такие дни, когда у нас предприниматели, мы вместе собираемся И нас информируют о том или ином каком-то новшестве Чтобы зарегистрироваться, нужно обязательно иметь электронную цифровую подпись Которая выдается в налоговой инспекции То есть она выдается на флешке И вот через эту подпись регистрируешься, там ничего сложного нет Каждая школа Сургута и некоторые дошкольные учреждения нашего города Собрали сладкие посылки для солдат Ученики наполнили порядка 200 коробок печеньем, конфетами, сгущенкой и не только Карина Александян и Сергей Коликов побывали на торжественной отгрузке собранных презентов Внимание на экран Юные жители города Сургута гордятся теми, кто исполняет свой воинский долг в рядах российской армии И бабушке, и деду, и всем родственникам говорил про участие в этой прекрасной акции Целью которой является патриотическое сознание молодежного современного поколения И приобщение, так сказать, к тому мнению, что служба в рядах российской армии это очень почетно И в наше время патриотизм должен быть на первом месте Я сестренка, ее зовут Маша, ей 5 лет исполнилось недавно Рисовали звезду Красной Армии на листе А4 И написали теплые, радушные слова поддержки В 2011 году стартовала акция, это уже 13-й год Но, наверное, этот год, эта акция стала поистине такой еще более душевной и теплой, и трогательной И я представляю, насколько главное и важно, наверное, сегодня нашим военнослужащим Которые находятся в разных точках сегодня специальной военной операции Получить это теплое, сладкое письмо с добрыми словами Я уверена, что каждый из вас, кто писал это письмо, безусловно, вложили самые-самые заветные мечты А самое главное, это, наверное, возвращайтесь здоровыми и живыми Когда дети приносят посылки, и мы говорим, что это сладкое письмо солдату Когда маленький ребенок приходит и приносит даже в аренде И очень просит его взять в стеклянной банке Мы пытаемся объяснить, что эта посылка не дойдет, что она может разбиться Ребенок плачет, то есть дети искренне это все приносят Когда мы читаем письма, которые пишут дети, знаете, у взрослых людей слезы на глазах Потому что они в это верят, когда читают, цитируют песни, цитируют стихи И очень искренне просят, чтобы был мир, и бойцы возвращались живыми домой Я думаю, это очень важно Это духовная поддержка Это в любом случае, понимаете, посмотрев письмо, посмотрев даже вот эту вот коробочку конфет Солдаты, участники специальной военной операции понимают, что они не одни И с ними весь народ нашей могучей России Всего у нас приняло участие 37 общеобразовательных учреждений Это все 100% школы города Сургута общеобразовательные И 8 дошкольных образовательных учреждений, это 8 детских садов Более 200 посылок собрали Сегодня все эти посылки сейчас поедут в гуманитарный добровольческий корпус Где сейчас идет погрузка, вот сегодня идет в этот момент идет погрузка посылок Именно индивидуальных посылок для бойцов, участников спецоперации Поэтому сегодня груз уедет к своим получателям И буквально там несколько дней в дороге к 23 февраля как раз попадает Тепло родных сердец Из Сургута в зону специальной военной операции Сегодня отправился груз с посылками для военнослужащих от их родственников и близких Жены, отцы и матери, братья и сестры, дети и друзья приносили к пункту сбора презенты Это целевая акция Провести ее попросили именно родственники военнослужащих, чтобы отправить индивидуальные посылки Гуманитарный добровольческий корпус откликнулся и взял на себя обязательство доставить груз Задача не самая простая, поскольку линия фронта протяженная и составляет около 1000 километров Эти посылки собраны родными и близкими тех ребят, которые сейчас защищают нашу отчизну Напрямую из Сургута здесь уже собрано полностью со всего Хантамансийского округа Со всех наших муниципальных образований Собрано порядка более 15 тонн, более 500 адресных посылок Ребята тоже рискуют, ребята на передовое, им нужна поддержка, помощь Поэтому, помогая мирным жителям, находящимся на той территории Не забываем и про наших военнослужащих, которые на самом деле несут мир и добро Эффекта на самом деле, давайте понимать, что не просто то, что вещи привозят То, что видят земляков, которые только приехали с родной земли Просто обняться, поздороваться, это уже ребятам приятно Что они не одни, что и о них помнят, что к ним приезжают Добровольцев, говорит Эдуард Логинов, хватает Но многое в вопросе доставки груза на фронт упирается еще и в технику Которая периодически ломается, колеся по военным дорогам Именно поэтому в гуманитарном корпусе не называют каких-либо сроков Говорят, что постараются привезти посылки оперативно Для этого груз упаковали в палеты, сортировали по воинским подразделениям Чтобы максимально быстро выгрузить и отправиться дальше Привет от родных и близких дойдет до танкистов, пехотинцев, разведчиков И многих других военных из Югры Акция «Пробная» – основная миссия добровольческого объединения Помощь мирным жителям От тайги до полярного круга В Югре летом запустят туристический круизный лайнер Организаторы маршрута отметили, что такая идея родилась из-за возросшего интереса к красотам в Западной Сибири Наши края становятся все привлекательнее для туристов наравне с Байкалом, Камчаткой и Алтаем Какие достопримечательности войдут в экскурсионный план И сколько стоит путешествие на теплоходе по рекам Тюменской матрешки Узнала Антонина Сахарова Круиз по Югре, Ямалу и Тюменской области в этом году запустят по Аби и Иртышу Туров на кораблях такого масштаба в нашем регионе раньше не было Специально для этого в акваторию округа доставили лайнер «Северная сказка» Это трехпалубный теплоход вместимостью порядка 140 человек 588 проекта, то есть это достаточно большой для Аби и Иртыша лайнер круизный Каюты все комфортабельные, со всеми удобствами Несколько ресторанов на борту, большой панорамный салон, где будут проходить концертные программы Судно будет курсировать от Сургута до Тобольска через Салихард и обратно Первое отправление уже 25 мая Во время круиза лайнер будет останавливаться в нескольких городах Где отдыхающие смогут познакомиться с ключевыми туристическими объектами В программе историко-культурный центр «Старый Сургут» в нашем городе Посещение археопарка в столице Югры Осмотр плавучей часовни в Хантамансийском районе Знакомство с историческими достопримечательностями Тобольска И пересечение полярного круга на Ямале Круизов такого уровня здесь нет, не было очень давно, точнее они были Все, что есть, это транспортные линии, это Валдаи, которые перевозят И, безусловно, для нас это было очень важно Чтобы, во-первых, жители Санкт-Петербурга, Москвы 100% сюда очень хотят, поверьте Все хотят увидеть Сургут, все хотят увидеть Хантамансийск Все очень хотят увидеть Салихард, все хотят посмотреть на Тобольск Это, безусловно, то, что тянет, манит и привлекает Стоимость 11-дневного круиза от тайги до полярного круга на одного человека Начинается от 150 тысяч рублей Отметил, что, согласно сайту бронирования кают, многие номера уже выкуплены Большинство из них из категории повышенной комфортности По цене вдвое выше минимальной Как отметили местные туроператоры, с круизами сургутские путешественники знакомы И, несмотря на дороговизну такого отдыха, нередко отдают предпочтение ему Чаще всего, правда, выбирают путешествия по рекам других регионов России По России также золотое кольцо, Казань, круизы по Волге бронируют Круизы даже есть и меньше, по 7 дней, в принципе, готовы потратиться Сам круиз стоит меньше, просто там идет портовый сбор, сервисный сбор Поэтому, как бы, в общей сумме, да, это немножко дороговато Но выгоднее ездить семьями, потому что в таких круизах и дети идут бесплатно, как правило Новый круиз представили туристическим агентством Сургута И в ближайшее время забронировать места на лайнере можно будет через местных операторов Отметим, что им выгодно продавать туры по региону Правительство округа в таком случае возмещает оператору часть затрат при организации путешествия Предполагается, что круиз по Аби и Иртышу будет интересен тем, кто еще не знаком с красотами Западной Сибири Однако и жителям северных регионов, вероятно, тоже может захотеться взглянуть с корабля на уже знакомые или не очень достопримечательности Антонина Сахарова, Мария Ливанян, Владимир Федоров, Сургут-24 О древнем Сургуте из первых уст В городском краеведческом музее открылась уникальная выставка очерки Сургутского края В экспозиции сосредоточены воспоминания иностранных и русских путешественников и исследователей Их путевые заметки помогают представить, каким был наш город в 16 веке И проследить путь его развития вплоть до века 20 Визуализируют истории экспонаты из фондов музея, ценные исторические документы, карты и рисунки Подробное описание древнего Сургута можно найти в очерках участников русских дипломатических миссий в Китай Помимо выполнения дипломатической миссии ему поручили обязательно собирать информацию По всем территориям, которые будут двигаться из Тобольска в сторону Китая Посол Курбулёст очень детально собирал информацию И поэтому мы сегодня можем прочитать в его путевых заметках Описание народов и населённых пунктов от Тобольска до фактически Китая Это Сибирь вся наша, Китай, часть Монголии Для посетителей выставки доступен аудиогид, который содержит элементы театрализации Фрагменты воспоминаний озвучены профессиональными артистами Сургутского театра актёра и куклы Петрушка Познакомиться с отчерками Сургутского края горожане и гости города смогут в течение почти четырёх месяцев Выставка работает до конца мая Какая загадка кроется в этой выставке? Вы не только прочитаете эти воспоминания, вы их услышите И услышите благодаря голосам талантливых актёров Благодаря вот такому совместному проекту Я думаю, что многие сургутяне, гости города, гости югры По-новому почувствуют нашу территорию По-новому поймут, как трудно здесь, как сложно было, как по-разному здесь было Какие разные здесь люди жили, какие судьбы здесь пересекались На этом я с вами прощаюсь Увидимся в эфире телеканала Сургут 24 Этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте Впереди ещё коммерческая информация и прогноз погоды Всего хорошего, до свидания Уникальная и выгодная программа, позволяющая купить квартиру в ипотеку По ставке 3 с небольшим процента от группы компаний Сипромстрой Всё ещё доступны и у горчанам Новое, комфортное и современное жильё по отличным условиям Можно приобрести и в Нефтьюганске Жилой комплекс «Заречный» у нас находится в 17 микрорайоне Он расположен в экологически чистом районе Нефтьюганска Уютный семейный жилой комплекс Состоит из нескольких корпусов Дома удачно вписаны в развитую инфраструктуру 17 микрорайона Во дворах расположены безопасные детские площадки И преимущество большое – это подземный парк В двух новых корпусах представлены одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры Офис продаж расположен в одном из представленных домов Это даёт покупателям возможность не только получить консультацию по приобретению жилья Но и сразу осмотреть квартиру К тому же оценить и выбрать есть из чего В ЖК «Заречный» можно приобрести квадратные метры в нескольких видах отделки Предчистовая ей комфорт В глаза сразу бросается отделка квартиры Это один из вариантов нашей сегодняшней отделки Это как раз отделка, можно сказать, под ключ Тот вариант, когда вы можете приобрести квартиру И ни одной секунды, ни одного рубля не потратить на отделку Ну, обзавестись только что мебелью и бытовой техникой Уникальные планировочные решения позволяют покупателю обустроить свой дом Исходя из собственных желаний и потребностей Кухня, как можно отметить, обладает правильной формой Здесь можно абсолютно пофантазировать, что поставить Просторная кухня может стать не только местом для приготовления пищи Но и вместить в себя столовую зону Где за ужином сможет собраться вся семья Это не просто квадратные метры с удобной планировкой В красивом развитом районе А настоящий семейный очаг Комфорт покупателя важен во всем Уверенный в группе компании «Сипромстрой» Чтобы возможность жить в квартире мечты была у каждой семьи Застройщик предлагает выгодные условия приобретения недвижимости Группа компаний «Сипромстрой» является ключевым партнером по ипотечному кредитованию для банка в регионе А совместно с партнером согласована процентная ставка 3,09% годовых по ипотечному кредитованию На весь срок действия кредита до 30 лет Данное соглашение является уникальным для региона И многие наши клиенты уже оценили такую выгодную возможность Даже наши сотрудники уже успели воспользоваться данной ипотекой под 3,09% годовых Сегодняшняя программа во взаимодействии с Альфа-банком Когда ипотеку можно взять на уровне 3% По нашим ощущениям, конечно же, вот такой программы в будущем может уже, наверное, и не быть Потому что ужесточаются требования И если, скажем, вы размышляете над тем, купить недвижимость сейчас или чуть позже То, конечно, здесь, наверное, рекомендация такая Что пока максимально выгодная процентная ставка в ипотеке существует Едва ли есть основания тянуть с покупкой Предложение действительно до конца февраля «Сипромстрой» на данный момент, помимо домов в Нептеюганске Также реализуют 6 жилых комплексов в Сургуте Один в Белом Яру Сургутского района, а также в Пытьяхе, Кагалыме и Ханты-Мансийске Подробнее узнать о выгодной программе можно на сайте компании «Сипромстрой» Или в офисе отдела продаж Если вы поклонник невероятных пейзажей города Если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамерой в руках Если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс на Сайме На Сайме буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться Созерцая окружающую природу Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров Подробности по телефону в Сургуте 765-708 7 важных плюсов Телеплюс Высокоскоростной интернет Цифровое HD-телевидение Умные интернет-домофоны и смарт-четчики Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор» Элементы умного дома Телеплюс Для любимых абонентов Включено все Новости и интервью Развлекательные программы Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры На Рутюб-канале ОМЕДИА Сургут-24 Подпишись, будь с нами в центре событий Рутюб-канал ОМЕДИА Сургут-24 16 плюс Радио Энерджи Международное радио для продвинутых молодых людей Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки Радио Энерджи – это европейское качество Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса Авторитетный радио-бренд Утреннее шоу с черным перцем Свободные от политики новости на любые темы Танцевальное шоу мирового масштаба Горячая тридцатка каждую неделю Розыгрыши призов в эфире И большие турниры офлайн Выбери Радио Энерджи Энерджи Спасибо за внимание Домашние и дикие Дружелюбные и опасные Популярные и экзотические Такие разнообразные животные Встречайте их в познавательной программе Для детей и взрослых Усы, лапы и хвост Смотрите каждое воскресенье В 11.00 на телеканале Сургут-24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова